СИМБИРСКА Один из самых больших монастырей Симбирской губернии, ровесник Симбирска, известный на всю Россию, в советское время стёртый с лица земли, вновь стал возрождаться 4 года назад. Постепенно вырисовываются его очертания. На монастырской территории, в самом центре города, возводятся храмы. Сейчас идёт строительство надвратного храма в честь симбирских новомучеников. Не так давно, 5 января, был поднят на его колокольню первый самый большой в губернии – колокол. Весной планируется поднять оставшиеся колокола на следующий уровень колокольни. А затем начнут готовить площадку под строительство Спасского собора. Комплекс монастыря. Когда нам его передали, здесь было 4 здания. Игуменский, Сестринский корпус, просфорня с пекарни и постоялый двор. На данный момент закончили реконструкцию Сестринского корпуса. Перечём был сделан капитальный ремонт, и фасады, и внутренние работы были проведены. Точно аналогично и игуменский корпус тоже. Внутри закончились реставрационные работы, и фасад тоже закончили. На сегодня все церковные службы проходят в храме Иверской иконы Божьей Матери, расположенном на втором этаже Сестринского корпуса монастыря. По большим событиям, связанным с возрождением обители, служение возглавляет митрополит Симбирский Новоспасский Анастасий. Постепенно приход храма растёт. Сюда любят ходить с семьями. В монастыре организована своя воскресная школа, есть детская изо-студия. В Сестринском корпусе мы попали на вебинар по лечебному делу, на котором насельница изучает лекарственные свойства растений под руководством известной травницы-целителя, кандидата фармацевтических наук Зинаиды Васильевны Коробцовой. Здесь мы познакомились с матушкой Варнавой. Она нам вкратце рассказала, чем монахини занимаются в монастыре. Сейчас у нас открыта домовая церковь, где в 2016 году, 5 января, началась первая служба, храм освящен, началась новая монашеская жизнь, идут каждодневные богослужения, мы совершаем каждодневные правила. Правило наше идёт по всем монашеским уставам, вплоть до того, что мы каждый день ходим крестным ходом, читаем богородичные правила и как-то пытаемся немножко возродить нашу монашескую жизнь. Сегодня в монастыре живёт 8 мантийных монахинь, 3 инокини, также есть послушницы. По словам матушки Варнавы, в монастырь частенько приходят женщины разного возраста, которые иногда подолгу живут в монастыре, пробуют на себе монашеский крест. Некоторые из них так и остаются в обители. Одно из многочисленных послушаний матушки Варнавы – проводить экскурсии. Мы тоже попросили её провести для нас небольшую экскурсию по монастырю. В первую очередь заглянули в келью современной монашки, где всё просто – кровать, стол, шкаф, в красном углу божница – ничего лишнего. Келья и монахинь находятся на том же этаже, что и церковь, иверский храм. Кстати, во время церковных служб в храме монахини сами поют вместо певчих, которых в других храмах привлекают иногда со стороны. В монастыре насельниц обучают многому, в том числе и петь. Поют они от чистого сердца душевно и проникновенно. Субтитры создавал DimaTorzok С матушкой Варнавой нам позволили заглянуть в просфорную пекарню. Здесь пекут просфоры, богослужебный хлеб и пироги. Это одно из непростых послушаний насельниц. Печь приходится помногу и не только днём, но и ночью. Затем сотни маленьких просфор, приготовленных в монастырской просфорной, разводятся по 13 храмам метрополии. А вот так выглядит эскизный проект обновлённого монастыря. Матушка Варнау показала прежние исторические границы обители. На сегодня они заметно сократились. Значительная часть бывшей монастырской земли находится под дворцом культуры и торговым центром. На плане рядом с игуменским корпусом стоит ещё храм. Это будущий Спасский собор, точная копия разрушенного. Он будет находиться практически на историческом месте, правда на несколько метров ближе к Сестринскому корпусу. Место его алтаря занял дворец культуры. Именно от Спасского собора получил название сам монастырь. Как утверждает протеерей Николай Архангельский, который хорошо знаком с историей монастыря, в том храме находилась икона Спаса Нерукотворного, которая сейчас занимает достойное место в храме Иверской иконы Божьей Матери. Читая название, сия икона находилась на вратах крепости во время злодейского нашествия на город Симбирск, Стеньки Разина. То есть из истории мы знаем, что уже в 1670-71 годах эта икона была, то есть уже больше 300 лет, и эта икона находилась на вратах города Симбирска. И по молитвам верующих людей эта икона и спасла град от вот этого страшного крестьянского восстания. Потом икона долгое время находилась в храме Спаса Нерукотворного в Спасском монастыре. Но когда разрушили соборы, все думали, что икону утратили. История ее обретения тоже, в общем-то, не совсем обыкновенная, потому что эта икона была обретена совсем-совсем случайно, еще во времена владыки Прокла. На чердаке перебирали старые иконы и обнаружили какую-то старую закопченную икону, и отдали ее в реставрацию. И когда реставратор стал снимать вот эти слои, которые сверху покрывали от времени, то была обретена и вот эта надпись. Таким образом, мы поняли, что эта икона та самая, та чудесная, чудотворная. Чудом сохранились и фотографии некоторых монахинь. Сегодня они размещены у входа в Иверский домовой храм. Здесь есть фотографии одной из последних настоятельниц монастыря, игумени Феофании. Ее прах после перезахоронения покоится на Воскресенском кладбище. А последняя монахиня прежнего монастыря Иннокене Матрона покинула этот мир в 1984 году. Каждый ее день начинался вспоминание. Она со слезами вычитывала почти три тысячи имен. Обитель Спасская простояла до 1920 года. В этом году распоряжением советской власти монастырь был закрыт и жестко в течение трех дней было потребовано убраться всем монахиням из этого монастыря. Монахини обращались с просьбой к советской власти о том, чтобы им хотя бы дали неделю на сборы, потому что был ноябрь месяц, и очень многие монахини были пожилые. Монахини в этом монастыре жили, конечно, уже сознательно практически всю жизнь, и им некуда было идти. Практически сразу после закрытия монастыря на его территории был организован первый в Поволжье концентрационный лагерь. Узниками его стали в числе прочих и представители духовенства. После окончания гражданской войны концлагерь был закрыт. Большая часть бывших жилых помещений монастыря была отдана рабочим патронного завода. Что касается уже полностью уничтожения храмов, то, скорее всего, это произошло в 1935 году. То есть эти храмы были взорваны. И для того, чтобы как-то показать свою неприязнь и надругаться над цветынями, то коммунисты поставили на месте алтаря Спасского храма общественный туалет. То есть не только разрушить и уничтожить, а еще и осквернить. Ничуть не лучше советская власть относилась и к насельницам. В дом матушки Екатерины Декалиной сотрудники НКВД пришли почти под самый Новый год, 29 декабря 1937 года. В этих архивах, допросах видно, как спокойно и мужественно вела себя эта уже к тому времени пожилая женщина. Ведь она прожила 63 года. То есть ко дню своей мученической кончины она уже была, прожила жизнь. И она говорила очень спокойно, уверенно, что даже следователь был удивлен. Из протокола это тоже видно. Екатерина Декалина не выдала никого, кто входил в круг ее общения, тем самым подписав себе смертный приговор. Ее казнили в ночь с 17 на 18 февраля 1938 года. А в середине 2004 года Екатерина Декалина была прославлена в чене преподобной мученицы и вошла в число восьми святых земли Симбирской. Совсем скоро на территории монастыря в игуменском корпусе откроется еще один домовой храм, который будет носить имя преподобной мученицы Екатерины Декалиной. Сейчас там идут работы по росписи стен. В готовых фресках уже можно рассмотреть христианские сюжеты. Распятие Иисуса Христа, сошествие Христа в ад, поклонение жертве. Так как этот храм посвящен мученице, то, конечно, предпочтение... Ну и этот храм находится в женском монастыре, то предпочтение, если это касательно святых, да, изображения святых, подбора святых, да, то акцент делался, естественно, на преподобных, на монашествующих, да. Тех, кто был основателями монашеской жизни, как в России, так и вообще в христианском мире. Иконописец показал готовую икону с изображением преподобной мученицы Екатерины Декалиной. В дальнейшем киот с этой иконой планируют разместить напротив входа в храм. Образ святой также будет в иконостасе храма. Редактор субтитров А.Семкин